«Пустите радуги» — это как раз курс о развитии, раскрытии, обнаружении своих интуитивных способностей, потому что в этом курсе очень много упражнений, которые конкретно подтверждают человека, что у него эти способности есть, он может их развивать, может их, ну скажем, применять в своей жизни. Курс очень интересный, он многодневный, и, конечно же, вот такое подтверждение в праздничной обстановке, с перемешком с медитациями, с очень интересными инструментами в виде карт, в виде маятников, в виде шаров, среди камушков. Фактически этот курс еще кроме, не скажем, какого-то направления, он, конечно же, еще и обуравнивание планов бытия. И если этот курс, конечно, проходит вот это практики, то этот курс очень хорошо помогает выявить какие-то свои блоки, выявить какие-то свои ограничения, которые могут, ну скажем, затормаживать способности, или страхи, которые могут появляться в том, что мы боимся использовать свои способности, или проявлять себя со своими способностями. Если этот курс проходит ребенок, то здесь очень важный такой момент, на мой взгляд, когда я проходила, и когда мы преподаем этот курс для детей, то в этом случае дети очень хорошо и быстро понимают, что их страхи, они не имеют никакого основания. И мы в татахилинге даем все нужные практики, инструменты, так же, как и базово, мы продвинем конкурсии. Что мы можем делать с тем, если мы вдруг начинаем считывать, и как будто бы завеса между нами, непроявленным миром, она как будто бы очень тонкая, и мы начинаем проявлять, например, свою способность видения, считывания. И как жить и воспринимать этот мир вот таким, какой он есть, без того, чтобы бояться, что нам может что-то навредить. С детям это очень хорошо помогает в том, чтобы перестать бояться, чтобы у них не было ночных страхов, чтобы у них не было страхов, что, например, их прислеживают, что их могут наказывать, что что-то рядом с ними есть необъяснимое, и этого обязательно нужно бояться. То есть там приходит понимание того, что на самом деле мы все можем объяснить. И проявляя свои способности, мы говорим о том, что как мы можем управлять этим. Как мы можем управлять способностью видения, считывания, возможно, слышимья, или интуитивной способностью, то, что мы называем эмпатия. И, опять же, считывание мыслей, например, посылание мыслей. В этом курсе много работы с планами бытия, с теми, с планами бытия, с которыми мы говорим план растений, как общаться с растениями, как общаться с миром, и взаимодействовать с миром, который мы можем назвать как растительный мир, мир растений, мир цветов, мир деревьев, мир запахов. Таким образом, это может оказывать на нас влияние, и как управлять этот так, чтобы нам было прекрасной и радостной, и праздничной жизни. Без страхов, без каких-то ограничений, без страхов, что мы какие-то не такие, если у нас есть способность, и мы понимаем и чувствуем растения, например, или чувствуем животных, много практики. Ну, как и в любом курсе, как и в кафельного, там, конечно, большое количество разных упражнений, и одна из техник, которая достаточно интересная, то, что мы можем назвать духовным перевоплощением, и это как раз делается, используются камни, и эта техника называется кристальная раскладка, когда мы раскладываем камушки, ну, скажем, усиливаем поля, даем тем самым, используем первый план для нашей безопасности, создаем определенное энергетическое пространство, используя и помогая, и применяя камни. Кристальная раскладка, она в этом курсе, и, конечно же, тем не менее, это все равно духовное перевоплощение, это очень целительская техника, которая помогает решить какие-то задачи, которые мы и ставим. Смотри, если приходит человек, вообще никогда не занимавшийся тетофилингом, он вообще нормально приходит на этот курс? Нормально? Нормально в этом курсе предусмотрено, ну, скажем, упражнения, практики, когда мы, так же, как в базовом курсе, мы знакомы человека с тетофилингом, мы также тренируем и практикуем технику считывания, как одну из основных техник, а также обучаем, обучаем делать команду, обучаем работе с убеждением, если нужно заменять какой-то страх, то есть на другие чувства, то есть, конечно, да, вот эту базу мы все равно ее даем. И вот дети пришли вместе с родителями, не будет ли там свалки, да, то есть детям-то надо по-детски давать, а взрослым по-взрослому. Как это решается на курсе? Играем все вместе. То есть это игровой тренинг? Играем все вместе. В этом тренинге, как правило, присутствуют и дети, и взрослые. На мой взгляд, чем он совершенно уникален, тем, что дети имеют в право рождения очень мало ограничений для того, чтобы в их жизни случилось то, что мы называем чудо. Ведь чудо — это на самом деле то, что происходит вне зависимости от того, что мы о этом думаем, как возможно, либо невозможно. Оно просто есть или его нет. Игра очень сильная, она сильнее, чем у взрослых. И когда присутствуют и взрослые дети, все учатся одновременно. И зачастую дети показывают взрослым такие вещи, которые в их понимании невозможны, и поэтому они в реальности как будто с ними не случаются. Поэтому очень хорошо, что в этом присутствует и та, и другая сторона, как бы такая гармония получается. Дети для себя делают открытие и очень быстро вспоминают то, что на самом деле они знают, и то, что они не могут выразить словами. А взрослым еще нужно вспомнить об этом. А взрослым могут выразить словами, но не могут это увидеть или услышать. Ну, посредством тренировки, конечно, все упражнения таким образом составлены, что посредством тренировки, ну и работа с убеждениями, конечно, очень все такая игровая форма, она позволяет полностью пересмотреть, скажем так. Ну и практика, она тоже позволяет, ну скажем, убирать вот эти ограничения. Ну, поднимаются программки, как-то могут подниматься. Ну, мы знаем, как это можно урегулировать. Как это можно урегулировать. И, конечно, как это использовать в жизни. На мой взгляд, этот тренинг очень хорошо убирает, если у детей есть какие-то страхи, связанные с тем, что они чего-то не понимают, но боятся. Вот это очень в этом тренинге хорошо прорабатывает, что ребенок открывается и понимает, что то, что он чувствует и то, что он боится, на самом деле, если вглубь этого идти, там ничего нет. И когда ребенку становится это понятным, то он легко понимает и проявляет в своей жизни, что все на самом деле гармонично и все на самом деле замечательно. Что он на самом деле смелый и храбрый ребенок. И таким останется взрослым. И после курса, вот вы вышли после него, что у вас творилось внутри? Мы еще не вышли из него. И было состояние, вау, вот это да, вот это курс, почему я его раньше не прошла. Вот это было мое чувство, потому что это из курсов, которые как условия присутствуют для того, чтобы получить мастерский сертификат. Это был курс, который я вообще стояла напоследок. И, конечно, я была просто впечатлена, поражена. Я не знаю, это все. Я с самого начала подумала, вау, вот это курс, вот это курс. Я бы сказал, наверное, это курс в таком понимании, как перезагрузка. Она как будто бы дает возможность, ну как бы, ну как заново родиться. Заново пережить эту детскую игру. Увидеть это глазами детей. И как будто бы, как будто бы все то же самое происходит, но оно как будто очищается от того, что мы несли в этом как лишний какой-то груз. Как лишний груз, да. Освобождение и легкие. Которые взяли и волокли. И как понять свою ребенку в том, что на самом деле, может быть, ему и не стоит этот груз брать и волочь его на себе. Примеры упражнений какие? Вот как идет игра? Как строится игра? Любая способность, она как раз и так и строится, что мы любое упражнение мы берем, сначала мы его, ну как, практикуем на том уровне, как нам привычно в жизни. То есть как мы его используем в жизни? Угадываем. То есть мы в жизни стараемся угадать. И совсем другая ситуация, когда мы из чистой энергии именно хотим проявить интуитивные способности. Не просто угадать, а через интуицию считать. Или когда мы… Ну вот я сейчас, да, вот, пояснить. Если мы, например, способность такая, как эмпатия, когда мы не просто эмпатии считываем, что это так может быть, как будто мы опять угадываем. или допускаем, что, скорее всего, это как-то так, потому что вот у меня где-то там что-то, ощущения какие-то возникли. И, может быть, не всегда понимаем, кому это принадлежит. И совсем другая история, когда мы это считываем через чистую энергию, без своих искажений, без своего какого-то личного, ну скажем, вмешательства, восприятия. И тогда более чутко и ясно информация, действительно, по-моему, это принадлежит, о ком это, чье это, чья это информация. Ну, в общем-то, если мы говорим о какой-то вещи, то все-таки это ее принадлежность. И таким образом мы можем понять, что это за человек, как он пользуется этой вещью, за чего она ему нужна. И вообще много другой информации, через вещь можем считать, которая принадлежит другому человеку. И, в общем-то, мы должны идентифицировать, чья это вещь. И очень много в такой практике происходит вещей, чтобы... Это вот его уровень. По сути дела, подготовка экстрасенсов. Ну, типа того. В бизнесе, например, ты смог использовать эти знания, ты же все-таки бизнесом занимаешься. Успешный человек. Безусловно. От того, что мы угадываем что-то, мы переходим в состояние, когда мы начинаем что-то понимать. А когда мы понимаем, у нас выстраивается совершенно ясность, что с этим делать, и как действовать, как действовать в жизни. Когда мы понимаем, что чувствует то, что нас окружает, когда мы понимаем, что чувствует другой человек, когда мы понимаем, как мы можем с ним из энергии конкуренции какой-то, деструктивной какой-то энергии перейти в энергию сотрудничества, и взаимопонимания, и взаимопомощи. И как вместе мы можем производить те изменения, которых мы хотим, которые желанны, которые в нашей жизни проявятся как изобилие всего, что нас окружает. То есть чувствовать, быть чувствительным человеком, чувствовать другой мир, чувствовать других людей, и все, что нас окружает в этом мире, это не обуза. Это не какой-то тяжкий груз, не какая-то тяжкая ноша, не какая-то энергия, когда нам вдруг за всех придется что-то решать, или взять на себя чужую ответственность. Это энергия такой любви и благодарности, и это совсем не страшно, и мы можем это у себя через... Ну, во-первых, обозначить, что у нас какие-то сложности могут быть с этими вопросами, и точно так же в тренировках мы можем легко понимаем о том, что мы можем легко это отпустить и изменить это легко. И принять это как через понимание, через то, что мы можем почувствовать, как у нас каждый человек на самом деле прекрасен, как каждый предмет наполнен жизнью, и весь мир вокруг нас наполнен жизнью, и насколько во всем на самом деле много очень добра и любви. Когда мы идем просто по тротуару и видим около дороги дерево, которое растет, первое высказание, которое нам может прийти в голову, то, что оно бедное, несчастное, стоит, и кругом ездит машина, и выхлопные газы, и его уничтожают. И мы можем ходить в этом всю жизнь и думать, как плохо этому дереву. Но когда мы получаем истинные знания о том, что это дерево согласно быть здесь, и оно очищает то, что вокруг него, и делает это с удовольствием, и годится этим. Да. Тогда мы понимаем, как окружающий нас, у нас мир помогает нам просто тем, что он сотрудничает с нами, помогает нам жить. И тогда из состояния жалости мы переходим в состояние благодарности и говорим привет-привет, спасибо тебе. Ой-ой-ой. Видео? Может, это нормально житвы и закручивает? Отцутикал. Привет, смотри, вызову. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok